привет стримаши я хочу рассказать какую прошивку можно поставить на телефон но если они есть конечно прошивки сначала смотрите вообще если в принципе прошивки для многих телефонов кроме стандартных от фирмы производителя нету ну например вот asus телефон то у меня еще был asus планшет здесь есть прошивки от сторонних людей это android проект аосп как бы прошивка на базе аосп делают другие люди lineage здесь у меня стояла lineage 808 1 android и она хорошо так постояла где-то полгода даже не не хотел ее не обновлять не удалять но решил посмотреть другие чего сидеть то просто так причем она была неофициальная от lineage lineage хорошая прошивка я сказал я никаких сбоев вообще не заметил все работало хорошо только забивалась периодически память я и чистил перед тем как поставить новую прошивку я просто фотографии скопировал оставшиеся которые были не в угол фото и стер данные той старой прошивки ну конечно она не старая 88 1 android но интересно было посмотреть на другие появились на xda такой сайт известный с прошивками с которого берут уже местные на фопы до появились android 9 только что вот недавно в октябре и я решил скачать их там несколько это называется arrow стрела я его поставил поставилась она быстро запустилась быстро единственно возникла проблема он у меня стал требовать разблокировку причем не у меня было цифры не цифрами какую-то предыдущую когда я рисовал жест хотя lineage когда грузился последний вот сто процентов я вводил дата раздел был зашифрован я вводил цифры код но он у меня стал затребовать жест это как я понял он взял с предыдущую что ли сохранилась почему-то не самая последняя блокировка а предыдущая кое-как я сбросил эту блокировку причем я стер полностью прошивку предыдущую а раз к раздел раздел пустой был я стер да дата систем все стер все полностью пустой был телефон но кроме рекавери там всяких разделов но он у меня потребовал жест который но я помню примерно какой жест у меня перед этим был но почему-то он по моему не подошел в общем проблема с шифрованием или я под забыл этот жест но шифрованием я была включена и сейчас в этой прошивке я тоже включил шифрование здесь на английском я даже не буду переключать на русский на фига тот кто будет прошивать он нормально будет читать по-английски а кто не будет и нафиг ему не нужно это так где здесь энкриптид энкрипшен энд кредит шал кредит шал вот визил энкрипт фон здесь было все я зашифровал здесь был не зашифровано все больше показывать ничего вот сама прошивка она честно чем у меня удивило она очень быстро быстро загружается но как бы пустая совершенно вот все что есть фактически ничего нету и поэтому она шевелится очень быстро как я понимаю или вообще android 9 так быстро шевелится я конечно поставлю что-то еще потом magisk но вот так вот шустро программка камеры она хорошая но она вылетает сбоит почему-то с этим модулем придется open камеру либо стандартную эту впихивать а то что сделать очень сложно производитель asus не дает нормально поставить на сторонние прошивки браузер я не понимаю что это за браузер firefox или что какой-то outline от line edge все что еще здесь как показывали в андроиде девятом хотел не выключить а громкость вот этот значок вправо уехал но мне как бы безразличные справа он слева у меня были проблемы почему-то микрофон очень тихо работал на 81 здесь вроде получше вот такая панелька так внешне особых изменений я не вижу но мне показалось очень все шустро работает с тем же самым на том же самом телефоне и хорошо что вообще эта прошивка есть здесь те же самые разделы в общем то как на 81 вот система где она называется developer options там появляется как обычно много раз надо нажимать вот arrow с отличная прошивка пока что но поскольку вот она несколько дней постояла единственно чтобы камера нормально заработала и она совершенно такая пустая ну это хорошо легкая такая вот асп и легкая вот я такие люблю штуки вообще на самом деле потому что эти добавления они просто замусоривают телефон а то что нужно ты себе поставишь а то что тебе нужно другой тебе никто не поставит хотя стандартные вот такие расширения когда значок цифры там батарейка как в ресуррекшен ремиксе я считаю хорошие добавления может быть ядро какое-то справками с добавочными файлами системы но пока до ядра и не дошел пока что я не буду ставить ее надолго я посмотрю несколько там есть lineage где на наш hd какой-то вот я их тоже поставлю ролик сниму а потом уже оставлю какую-то может быть 81 обратно вернулась ли какой-то мега сбой какие-то выскочит может быть я что-то не заметил никаких особо изменений таких я не увидел между 81 и 9 увидел только вот ну шустро реально шустро работает но и как обычно здесь вот в девелоперах разработчика что меня интересует это было 81 по моему настройки bluetooth а можно выбирать профиль и не помню камня гарнитура надо посмотреть наверное это иногда поможет кодек можно выбирать то есть получается здесь есть уже кодеке сначала у меня не убиралась когда я гарнитуру подключил тогда уже стал выбор aptx sbc оси лдак и какие-то даже сторонние вот я думал что не работает а когда гарнитура подключена тогда работает это частота кодирование значит сомневаюсь что такую огромную может держать 96 32 бита качество 600 килобит даже 990 есть потом потестируем максимальное количество bluetooth аудио устройств я не понимаю гарнитуру у меня с двумя только телефонами может работать а телефон с пятью а почему гарнитура только с двумя она же такая как бы из недешевых тоже вот единственно которые настройки меня заинтересовали такие дополнительные оперативная память вообще пофиг на нее сколько ее а вот постоянная память меня очень волнует ее все время не хватает вот такой вот первый взгляд на raw с отлично себя показала помните по праву про проблемы но вот у меня возникли с шифровкой расшифровкой от предыдущие остались следы я пока не знаю с чем это связано откуда он взял это каком-то разделе сохранилась следующий я потестирую тоже сниму ролик качество я сделал максимальное видео на веб-камеру снимаю а у них очень простая оптика и очень простая матрица лучше четче мнение как не снять хотя это вот камера еще по вполне такая хорошая можно сказать наверно надо снимать на видеокамеру отдельно или на фотоаппарат но я посмотрю потом может перейду какой-нибудь фотик или телефон ну и в этом видео я попробовал снимать не перед собой не за собой а сверху все время когда смотришь какие-то ролики других людей я не делают обзоры то кажется там криво сбоку там руки мешают спина мешает вот вроде идеальный такой вариант сверху прям на экран ничего не мешает но единственно картинку придется перевернуть потому что камера у меня получилось перевернута на этом все пока подписывайтесь это был первый взгляд android 9 и не люблю эти буквы pl лолипоп и название конфет я запоминаю цифры lpp по моему у меня в проще цифры запоминать всем пока